CNN заживо похоронил Обаму. Сербские футболисты пропустили гол из-за красотки телеведущей, а космический туризм теряет клиентов. Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. У космических туристов поубавилась романтизма. После крушения корабля компании Virgin Galactic клиенты начали сдавать купленные билеты. Таких уже 24 человека, и каждому пришлось вернуть по 250 тысяч долларов. Но в компании не отчаивается. В списке желающих еще около 8 сотен имен. Корабль Virgin Galactic разбился неделю назад, во время испытательного полета. Один из пилотов погиб. CNN случайно убил Обаму. В одной из передач телеканала вышел сюжет с титром «Барак Обама уничтожен морским пехотинцем». Как выяснилось, речь шла об экс-террористе номер один Усаме Бен Ладене. Имя президента вписали по ошибке. Чем обернулся конфуз для невнимательного сотрудника, пока не сообщается. Она и почти она нашли друг друга. В Санкт-Петербурге заключен первый в России ЛГБТ-брак. Новой ячейкой общества стали девушка и трансгендер-мужчина, который находится в процессе смены пола. Торжественная церемония прошла в одном из питерских ЗАГСов. Молодожены пришли в подвенечных платьях. Зарегистрировать отношения удалось благодаря тому, что трансгендер пока еще имеет документы мужчины. Но некоторые российские депутаты уже заявили, сделают все, чтобы расторгнуть брак. До чего же хороша. Сербскую ведущую попросили удалиться подальше от футбольного поля из-за яркой внешности. Во время матча между белградскими командами «Партизан» и «Цервена Звезда» тренеры клубов решили, журналистка отвлекает игроков. Сама 25-летняя Катарина Сречкович скромничать не стала. Тут же поведала, что футболисты буквально выстраиваются в очередь, чтобы дать ей интервью. Легенда британского футбола Джимми Гирс продает свое золото. Медаль чемпионата мира 1966 года хочет выставить на аукцион и выручить за нее не менее 50 тысяч долларов. Гирс – лучший бомбардир английской лиги всех времен. Что заставило ветерана расстаться с наградой – неизвестно. Ранее ГИС, имевший проблемы с алкоголем, продал свой дом. Английский городок Рагби могут наводнить змеи. Из местного зоомагазина украли 70 питонов и удавов. Стоимость пресмыкающихся – тысячи фунтов. Владелец зоолавки уверен – грабители работали под заказ. Брали только определенные виды. Теперь полицейские настоятельно просят жителей городка немедленно звонить в отделение, если им на улице встретится проползающий мимо питон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова